Вот-вот-вот, что-то появляется. У тебя приглашение только появилось, да? Ну да, я смотрела, нолик был. Потом увидела, что сообщение пришло, и когда открылось сообщение появилось. А вы давно, да, походу? Да уже минут 9, наверное. У меня интернет сегодня плохой какой-то. Ну давай быстро рассказывай, а я буду молчать. Какой вопрос? Связь на определенности с территориального поля с потенциалом. Поехали. Рассмотрим перемещение заряда Q вдоль силовых киней. Вот из одного положения другого. Допустим, это вот L. Вот возьмем маленький участок, назовем его DL. Тогда элементарная работа DA будет равна F на DL. Откуда F можно записать как E на Q. Тогда у нас будет E на Q и на DL. У нас будет E на Q и на DL. Также элементарную работу можно представить как элементарные изменения энергии с обратным знаком. ДА равно минус ДУ. ДА равно минус ДУ. И равно минус ДФ на Q. ДА. 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 Ку у нас уйдет. И получится, что е равно минус дфи на дл. В общем, с формулой можно записать через градиент. То есть это е равно минус. И дл можно представить как проекция на х, ух и з. То есть дфи по дх на х плюс дфи на ду плюс дфи на дз. В правой части у тебя вектор стоит, в левой нет. Напряженность вектор поставит. Градиент это оператор. Градиент чего? Градиент. Можешь так вот словами сказать, градиент, вектор этот куда направленнее? Если есть какое-то неоднородное электрическое? По нормали, по заряде. По нормали к чему? Сейчас. Я все не читала. Нормали, правильно? Ну, как и сплошненько поле. Если хотят нарисовать электрическое поле, то рисуют либо силовые линии, вектора Е, либо эквипотенциальные поверхности. Ну, это вдоль силовых линий будет направлено. Вдоль силовых линий это написано в твоей формуле, что градиент совпадает с направлением в другую сторону направлен. А по отношению к эквипотенциальным поверхностям как направлен градиент? Перпендикулярно. 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 В какую сторону? Перпендикулярно может быть в сторону возрастания потенциала, в сторону убывания потенциала. В сторону возрастания. В сторону градиента. В сторону возрастания. Правильно. А знак минус, который здесь стоит, говорит, что напряженное поле будет направлено в сторону... Мне надо дать тебя теперь вот чего, чтобы ты собрала в один файл и прислала мне ссылки на твои работы. Если у тебя есть сайт-портфолио, есть такое дело? Я вот его делаю, я вот хотела туда вот прям вот, ну, вставить все, что ты делала, вставить свой конспект, вставить свой ролик про, как это называется, про решение задачи и все со мной. Сделать такой сайт, назвать у вас сайт-портфолио, но ты начинала делать, да? Ну да, да, я уже начинала, что я начинала делать, не поняла, что ты начинала. Во-первых, никаких ограничений в совершенно произвольной форме. Хорошо, но я вот туда и сюда. Если все это пришлешь мне, то экзамену, то прямо четвертку на экзамен могу поставить, если глупости не будешь там говорить. Прикольно.